Кому-то может и показаться, но то, чем мы болеем сейчас, а это лечение опухолей головного мозга, может быть и не главное. Но я-то поверил и понял, что то, чем я болею, и то, чем болеет большое количество жителей Челябинска, и хер знает какое количество жителей города Магнитогорска, вызывает более чем странную уверенность в том, что нас пачками отправляют на кладбище. Еще раз и для интернета. В Магнитогорске всего два врача, умеющих справляться с опухолью. При мне это было три человека. Вместе со мной. А сколько их похоронили, а? В дивной стране Магнитогорске с нашими дивными 65% онкологии людей такого рода должно быть 20, 20 человек и не меньше. Я это понял, да каждый житель Магнитки поймет. Теперь почему для интернета я все это размещаю? Да у нас как-то дивным образом забивается все то, что должно показать, в какой сраке мы живем. В онкологической сраке. С нашими очень и совершенно космическими ценами на лекарства от рака. Да сколько говорить-то можно, что все это лечится? А зная уровень турецкой, кубинской, индийской, китайской и государства Иран, легко. Ну там еще и Япония есть. Я вам так простенько показал государство с населением более половины земли. Теперь почему для меня Турция? Вообще-то я эту замечательную страну знаю уже 13 лет. Я знаю точно, когда турки это прелесть и зачем они готовят гадость на выезде. И перед тем, как понять, что же мне-то нужно, и зная человека, которому я готов оставить и жену, и сына, всю свою прелесть российскую в руки токсина, я за 7 дней понял, где я могу пролечиться бесплатно. Теперь для тех, кто в интернете. Слушайте и переслушивайте. Израиль. 9 миллионов человек, из которых 2,5 миллиона арабы. Да я как-то понимаю, что затырить вас лекарством умеют все. А потом цена-то, а? Да 75 тысяч долларов, и это как-то до хера. Германия. Климат не жаркий. Да и владеет всего одним выходом в море и цена 50 тысяч долларов. И вот это опять зачем? Германия. Индия и Китай – места с самыми дешевыми лекарствами для онкологии. Ну как туда лететь-то, когда надо с семьей и летом-то? А времени-то нет. Тогда Турция с 28 тысячами долларами за повторную операцию, с ее уровнем медицины и только за химией. Случилось это в первый раз. Пока гистологию не привез, сказали, что химии-то и не надо. Но после гистологии, в которой мы фраера и лохи, а по-другому и сказать-то не приходится, все-таки химия. Это в максимально короткие сроки. А теперь и снова для интернета. Цена химии в Турции. Да, господа, получается, что человек рано или поздно понимает, что он умрет от болезни. Такое же не случается, что вы просто так крякнете. Точнее, не случается, но очень редко, когда все вместе, сегодня и сейчас, в один и тот же момент, и не проснулись. Но в остальном и в основном бывают другие вещи. Мало того, как показала наша магнитогорская практика, в городе Магнитогорске люди умирают от онкологии в большинстве случаев. И у нас это не 50%, а 60%. Вот так как-то получается. В принципе, все то же самое случается и в Челябинске, там чуть-чуть поменьше. Хотя, как сказал мой жизненный опыт, совсем не так все. Просто когда мне сказали, что у меня есть проблемы с опухолем мозга, я понял, что надо что-то делать. И по приезде в Челябинск мне пришлось купить вот этот Айсер. Только ради того, чтобы понять, где подешевле. Вот у жены там тоже был бук. И вот за неделю ровно мы пришли к выводу, где можно лечиться бесплатно, а где можно за небольшие деньги. Как ко всему этому мы подошли? Очень просто. Вот. Жена искала в российском языке, на русскоязычных страничках. Вот. Немножко там кое-что. Вот. А я залазил туда, где надо было искать. Вот. Пришли мы к выводу, Вот. Что ездить в Германию, ездить в страну под названием Рядышком она находится, в Израиле. Это немножко дорого. Совсем дорого. Остался Челябинск и Магнитогорск. То есть в Магнитогорске мне сделали операцию, вот. А в Челябинске мне сделали радиотерапию. Вот. Потом я полазил, посмотрел, где можно делать вообще бесплатно. Это, естественно, Индия, Китай или Куба. Там приезжаешь, только едешь не в места, где там написано Cancer, то есть где с тебя возьмут деньги. Обыкновенный government или китайская народная партия. Вот. Ну, то есть обыкновенную деревню или любой город. И там с тобой все делают. Вот. Дальше возник следующий вопрос. Такой вопрос. Как же лечиться да дальше? Я вам сейчас скажу что-то, как полечиться-то дальше. Дело в том, что с опухолью мозга, с вот этим заболеванием, которое ничего хорошего не притаскивает, естественно, но с этим заболеванием можно жить очень-очень долго. Очень долго. Вот. Для этого необходимо вам скушать вот такую штучку. Видите? Я потом покажу что-то такое. Вот. Я, естественно, нашел, где это найти подешевле. Вот. В Индии и в Китае вот это все продается. Если у вас какие-то проблемки, вы просто кушаете, вот, тема заломит и продолжаете жить. А потом я полазил еще глубже. То есть, мне же надо было узнать, сколько мы можем прожить с этим заболеванием. Так вот, оказывается, что в Индии, в Китае нет проблем вообще. То есть, ну да, попалась у вас штука такая. Вот здесь кое-что. Вот. А потом вы с помощью вот этого лекарства, вот этого лекарства, вот этого лекарства, вы продолжаете все это кушать. И живете дальше. И живете очень-очень долго. И работаете и для ребенка, и для жены, и для бизнеса. Вот. но почему все-таки Турция? Вот. А потому что здесь все в принципе то же самое. То есть, достаточно небольшая сумма, вот, которая, значит, у вас берется врачами, а потом вы все платите. То есть, МРТ, ПЭД-сканирование, кровь, это все вы платите. Ну, сумма небольшая. Это для меня, естественно, только поскольку у меня здесь есть свои друзья, вот, обошлось все-таки дешевле, чем в Магнитогорске. Если вы прилетите сюда, то сумма будет, ну, примерно такая же, как в Магнитогорске. То есть, ничего сложного нет. Вот. Мне задают вопрос, а может ли человек, у которого онкология, вот, не лететь в Турцию? Я скажу, что может спокойно лететь. Потому как мы вот потратили 10 тысяч долларов, и это еще и будет сумма на третью поездку. Потому что, извините, благодаря вот этой штучке, вот этой штучке, вот. Я буду здесь находиться. То же самое, вы бы хотели съездить в Индию, в Китай, но не получается. Знаете, почему не получается? Потому что вот меня сюда отправил Пегас. Вообще, Пегасу я очень сильно благодарен, потому что трешечка, да, а еда здесь просто суперская. Это вторая трешечка. То есть, он мне дал возможность мне, жене и сыну спокойно находиться в Турции второй раз. И мы не потратили больше там 120 тысяч рублей. Это два захода. Вот. Теперь самое забавное. Что же вот это такое у меня здесь? это вот такая штучка. Сейчас он будет со всем-всем вот видите, тема дал. Раз. Два. Сейчас покажу. Посмотрите, сколько у меня их. тут у меня их тут 8 штук. Это для меня достаточно, чтобы я пропил двойной курс химиотерапии. Представляете, это красиво, Вот это называется так вот с вами общается любое место, где вы покупаете заведение, да, экстанези, вот. Теперь сколько все это дело стоит? Вот это все вместе, вот это все вместе. Дал, да? По российским деньгам обошелся бы мне в 23 тысячи условных единиц. 23 тысячи долларов. Вот. Как-то неправильно, да, я так понимаю? А все почему случилось? В свое время как-то Дмитрий Анатольевич Медведев нам сказал очень интересную фразу, такая вообще она просто прибила сразу же, что российский гражданин, он не будет лечиться дешевыми лекарствами. Зачем же это надо действительно нам его? И Голикова была такая скотинка еще. Вот. И как раз у меня кот залетел на 40 тысяч рублей, потому что внезапно лекарств такого не стало в городе. в Магнитогорске да и по всей стране вот, человечек. Я просто не понимаю, на чьи это деньги тратится все это добро. То есть, понятно, да? Быстро и в раз в Магнитогорске и в России целиком закончилось у нас дешевое лекарство. И так понятно, да? 23 тысячи долларов вот здесь типа находится. Вот. Это как-то сложно. Как-то сложно. Потому что это настоящий темодал, сделанный в Германии. Вот это все. Так вот здесь стоит тысячу долларов. Всего вот это тысячу долларов. Понимаете? Цена вопроса здесь тысячу долларов и 23 тысячи долларов в России. Как вам цена такая? Вы еще думаете, что вам необходимо лечиться? Ладно, если у нас как-то Челябинск в норме себя вел. Ну, хотя тоже непонятно, заболели там три раза. Но не захотели они меня этим лечить. Понимаете, о чем я? А я там посмотрел. То есть, мы в Челябинске лечим не кемодалом, сделанным в Германии, а тема диализ, который сделан кемодаломит, простите, который сделан в Китае, отправлен в Аргентину, представляете, да? Потом на него накрутили денег, очень немало. И вот только так. Честно? Честно, мне уже блевать тянет от этого всего. То есть, вместо того, чтобы сделать из России нормальную страну, понимаете, да? Задешево, где можно было лечить нормально онкологию, благодаря которой много людей убирает. Много. Мы занимаемся какой-то, я не знаю, о чем. То есть, это, естественно, все для интернета. Вы можете посмотреть. Вот. Потом, если у вас возникает вопрос, если у вас нету никаких других проблем, вы просто напишите мне в комменты, что у вас за болячка. Вот. Мы посмотрим, определимся с вами, где вам лечиться, понимаете? Скорее всего, это будет, естественно, Турция, потому что круче Турции я пока еще ничего не нашел. Да и искать, честно говоря, не собираюсь, потому что мне здесь все нравится. Да, были небольшие проблемки с врачом, но мы потом пришли к выводу, что их надо лечить. Вот. А теперь я вам покажу, как все это делается. То есть не 23 тысячи долларов, естественно. А все там тысяча долларов. Вот. Надо съесть для меня первые, получается, пять дней мне надо по четыре таблетки съесть. Сейчас их открою. Ветерочек еще дунул. Нехорошенький. Ну, так ладно. Надо до еды, поэтому сегодня с едой мне вряд ли получится. Вот видите, написано. Тимодал. Видите? Еще Тимодальчик. Да, господи, я бы тут жил спокойненько. Понимаете, тут еда, пожалуйста. Кстати, очень сильно мне очень понравилось, то, что везде и всюду к онкологии относятся очень ровненько. То есть, везде и всюду на первом месте это врач-онколог. Понимаете? То есть, как-то чуть-чуть все по-другому. А как здесь тут вообще суперовский. Я вам потом покажу, чтобы было понятно. Вот, пожалуйста. Смотрите. И вот так я буду пить. Пять дней. Вот так там. Понятно теперь, о чем я вам говорю? Да что же это за мразь-то какая-то? Кто нам говорит о том, что мы должны лечиться дорогими лекарствами? Вы о чем, хлопцы, то? Какого хрена темодал, сделанный в Германии, у нас стоит в 23 раза дороже, чем в Турции? И какого ляда темазаламид, выпущенный в Китае? Лекарства для наших котов меньших, закупленные в Аргентине? Нахера непонятно, сбодяжный и разведенный стоит в 9 раз дороже, чем в Индии, естественно, в Китае? Я что-то не понял, мы настолько дороже живем? У нас только в 10 миллионниках цены выше, а дальше-то что? Всего в 2 раза на жилье, и это только магнитка, и немногие. А потом? Сколько реально стоит жилье? Столько в Турции и в Индии. А дальше-то Писос. Вы какого ляда съели то, что нам не по карману, то а? А, ляды московские. Ляды московские, завернутые в гадость своих цен. Вы где, блин, живете-то? Может, вас нахер в другую страну, и там покуйте свои россказни о том, что на нас срочно гадость точат? Это жесть. И это посмотрите еще раз, и только благодаря интернету. Мне же было херово. Да потому что это гадость химия. Первый раз в день блевал в очко туалета 20 раз. А потом, во многом, благодаря мозгу моему не сломленному, не тошнило, а температурило. Помните, да? Что такое химия? Я вам сейчас расскажу, что такое химия. Ой, блин, пасхальная. Химия, это первый день ты выпиваешь, и 20 раз блевать и тянет тебя. Такая есть, такая химия. Потом я уже голову включил, понял, что что-то неправильно. И что следующие 5 дней, в смысле 4 дня, необходимо будет кушать мне химию ночью. Ну, чтобы не было такого, чтобы меня блевать тянуло. Пришлось кушать ночью. После этого у меня была другая проблема. естественно, у меня возникла температурная реакция. То есть, температура поднималась до 30, 8 и 2. Приходилось кушать таблеточки. Вот. Мы все это дело прошли. Вот. И, естественно, все это мне пришлось сделать вместе с моими любимыми, то есть, с семьей. вот сейчас девушка Лешенька. Лешенька, ну, что ж тут? Дай поговорить папе немножко. Вот, пытается немножко камерку двинуть. Вот. Ну, естественно, моя девочка, которая тоже на меня смотрела и видела, как меня немножко колбасит. Ну, да ладно. То есть, вы должны это понять. То есть, пришли сюда, сделали химию, хотя лучше всего химию делать все-таки в Магнитогорске. Или, или, или где-нибудь. То есть, вы смотрите меня по телевизору, в смысле, по компьютеру. Вот. Хотите узнать, как вам пройти химию? Для этого очень просто. Набираете мой номерочек телефона и если вам сказали в Магнитогорске, что вам необходимо сделать химию, то проще приехать сюда. Здесь вас комплексно обследуют. Вот. Назначат необходимую химию вы купите в 9 раз дешевле, чем это в городе Магнитогорске. Спокойненько пропьете, потом еще сюда вернетесь, в общем-то, это гораздо выгоднее, чем тратится на онкологическое обслуживание в нашей абсолютно дебильной стране. А теперь еще немного. Но чтобы стало понятно, кто нас любит, то мы еще не всех обломали своими ценами, но по ходу всех. Я, естественно, каждый день занимался и с сыном, и с семьей. Это было клево. Утром покупать ребенка в море, а затем в бассейне. Но тут надо понять многим. Ребенок в бассейне не должен пить воду, а то герпес во рту и вам писос. Но помня уровень турецкой медицины, заплатив всего 30 долларов франшизы и побольше за лекарство, мы в очередной раз поняли, что с такой херней в России попали бы на полтора месяца болезни. А здесь за пять дней ребенок встал. Да еще на какие ноги-то. Точнее, на ноги он встал сразу, а герпес исчез за пять дней. И это в очередной раз доказывает, что по уровню лечения нам обосраться к Турции. Ну а пока киндер лечился, я поговорил о красивом Иране. Мы говорим о Туркской онкологии, это может быть лучше, но иран. Да, Иран сегодня это замечательная страна, в которой с большим вниманием относятся к старости. Хотя популяция это 35-летние люди, мы в отличие от стран разных понимаем, что тот, кто в возрасте в разы быстрее может собрать поколение тех, кто отметит в 2030 году 100-миллионную генерацию иранцев. И вы должны понять, что то, что существует в Иране сегодня, а это смерть для тех, кто хоть раз подделал лекарства, во многом способствует развитию онкологии и кардиостимуляции. Естественно, зная о том, кто больше всего помог Ирану и зная Россию, мы вправе предложить вам самые дешевые цены на лекарства от рака и вы должны понять, что это максимально эффективно. Просто рак это не то, что заставляло вас 30 лет назад падать, просто любая онкология сегодня ведь лечится. Надо только правильно понимать, где вас любят больше всего. Да, естественно, мы закрыли лицо и поработали с голосом. Но это просто нужно, просто нужно понимать тех, кто нас так же любит. Я рассказал им о наших российских тратах и они были в таком же ауте, как и мы. Я понял, что на стул для убийц я посадил бы всех тех, кто сейчас нас заставляет тупо умирать. Вот только тот, кто умирает, может за собой то и утащить и не спасет Москва и дульная Швейцария. Просто было то время, когда такого же дульного швейцара, который разрушил нашу тушку, завалил папа. А что же будет то с другими то? Я как-то в принципе рассказал и показал, а теперь уже вам думать. к вопросу о финансовых затратах. Если честно, я подрассчитал на три поездки сюда сумму в 10 тысяч долларов. Есть ли такая сумма у вас? Естественно, эта сумма есть у каждого, кому исполнилось больше 30 лет. А тому, кому не исполнилось это сумочка 30 лет и выше. У того есть, естественно, родственники. Дело в том, что вы должны понять, господин Алексей Челейкин он один такой, практически, который в 30 лет себе обеспечил кое-что, потом наработал кое-что еще. У остальных помогают родственники. И слава богу, если такое случается. То есть, сумму всегда можно найти. Мало того, сумма 10 тысяч долларов. Это та самая сумма, которая есть абсолютно теперь уже у каждого. Кто себе может купить, естественно, отечественный автомобиль. Они дешевле, чем 10 тысяч долларов не стоят. Поэтому надо будет, естественно, все это дело продать. Ради чего это необходимо сделать. Сейчас объясню. Дело в том, что в Турции онкология, она лечится. я был тут много раз показал вам вчера и сегодня в том числе покажу тех людей, которые просто приходят сюда полностью лечатся и дальше продолжают жить. Естественно, это все не для России. Естественно, если для России вам показали вот это не очень хорошее заболевание, вам надо подумать, спокойно подумать, посмотреть интернет. Потому что все мои проекты, естественно, в интернете. Вот. Я вам честно скажу, что Германия и Израиль это немножко очень дорого и абсолютно неправильно. Турция это самый лучший выбор. Здесь домашние условия практически для любого больного онколога. Вот вы приезжаете сюда, мы вам можем разместить вот прямо здесь вот эта четверка в центре Лары. Вот. Вы можете спокойненько съездить в Медстар, пройти консультацию, вам платят и скажут какое вам необходимое лечение. Ну, а дальше будете уже плюхаться. То есть я каким образом сказал сумма 10 тысяч, то есть мне необходимо будет приехать сюда ну, наверное, 3-4 раза. Естественно, я немножко другой человек, ко мне немножко по-другому относится. Ну, вот. Ну, и хорошо. Единственная проблема, вы приехали сюда, а у турков есть такая интересная особенность, своеобразная. Последние два дня чуть-чуть не обкакаться. То есть если у вас возникли какие-то до того заболевания, лучше пройти все обследование сразу. А вот теперь о том, что заставляет нас прийти к мысли о том, что нам никогда в жизни не быть рядом с турками. Мы честно, никогда ранее не понимали свою связь с теми, кого хоронили пачками. Просто сейчас благая помощь интернета нам это демонстрирует. Да никогда ранее наши онкологи не стояли даже рядышком с заболевшими. Да бесполезно это сделать и сейчас, потому что у нас попа. И это даже для того, кто хочет помочь это сделать. Тут надо полностью перекраивать медицину со всеми ее а-ядь. Полностью. Это мысли не мои, это мысли того человека, который в 6 месяцев потерял видимость с сыном. Это была опухоль мозга. Его привезли сюда в коме на спецрейсе и вот уже 2 месяца и скоро, через полтора года он увидит своего ребенка. Ну а так вы должны понять, что перед вами обыкновенная московская семья врачей. Просто врачей. Мысли которых ранее были о том, что наша хрень качественнее, чем где-либо. Да, при постановке диагноза в первую очередь куда мы обратились это был израильский центр в городе Киеве, который в основном назначил консервативную терапию без точного метода исследования. Мы начали лечение. Потом появилась возможность поехать в Германию для подтверждения диагноза в клинику Шарите. Известная клиника на весь мир, где нам подтвердили этот же диагноз и опять же назначили консервативную терапию, которую я принимал около года. При этом консультировался и наблюдался у своих урологов по месту жительства и в марте месяце этого года наступает явный кризис этой всей терапии, которую назначали европейские светила, так скажем. «Состояние было очень тяжелое, оно уханшалось на глазах, находясь с одной реанимацией в другую, выходов не было, никак не могли остановить нарастающий отек мозга, и было принято решение с семьей лететь в Турцию». «Не просто в Турцию, в клинику мемория». «Большая здесь клиника, которая специализируется не только на онко, но и на других профилях, был забронирован частый самолет санавиации, и я был сюда доставлен коматозом состоянии. Месяц вместо врачей боролись, выводили меня с этого состояния, через месяц я пошел своими ногами». «Пускай спрос ну просто вариант допустим, просто сколько было в Германии, сколько было в Израиле, сколько в Турции? что имеется в виду? Ну сложно мне это судить. Дело в том, что в Германии мы не проходили лечение, мы проходили только диагностику. Да, израильский центр тоже только диагностику. не проходили таблетки. Да, поликлиническое лечение. Таблетки. Я не хочу сказать, что лечение стоит дешево, но сравнивая пребывание в Германии, сравнивая лечение в Америке, потому что здесь используется схема лечения подхода американской FDA, то здесь действительно дешевле. И я не думаю, что, не будучи в Америке, что качество лечения хуже, чем там. Имея, зная уже профессора, его подходы, как он индивидуально подходит каждому пациенту, а не по протоколам, но мы сами супругой врачей и оценим это. Как это? Мы можем сказать, что здесь каждый пациент как произведение искусства. Ну, а теперь то, что вы раньше не видели и думается нигде более моего канала в интернете, да и не увидите. Да потому, что ни одна дивная режиссура, ведомая нашим цензором, не покажет то, до чего нам не дотянуться. Это госпиталь мемориал. это место приема в вас, уважаемые наши россияне. Вы хотите хоть раз в жизни понять, как к вам относятся? или же вы хотите приехать сюда? А сейчас станет совсем тяжело. Это для тех, кто думает, что у нас лучше, чем где-либо. Это неправда. Такого не бывает. Вот здесь я лежал тот самый день. Такого уровня палат нет ни в одной гостинице Турции. Простите, номера круче есть, но это только в Алибе или в Риксосе. Кондиционированное помещение. Идеальная палата для тех, кто сидит и для того, кто находится рядом. Новый телевизор и полноценный туалет для душа и мойки. А также есть еще одна рукомойка рядом с вами и холодильник. Я, конечно, многое, что видел, но такого уровня медицинского обслуживания я не видел нигде. Новейшие катетеры для двух емкостей и они не пускают воздух. Вы просто можете спать. Все лекарства в пластиковых колбах и вы, извините, даже покакать можете легко. А как кормят то? Вы никогда в жизни не пойдете в столовую, вам это все принесут в номер. Это пипец по нашим делам. А дальше начинается совсем весело. Я вам в прошлом сюжете говорил про МРТ и ПЭТ сканирование, но простить тогда это не получилось. Теперь думайте. Без МРТ и ПЭТ вы никогда отсюда не выйдете. Потому что это самое главное. Когда с вами проведут доскональное обследование, когда вас вылечат полностью и только тогда убедившись в абсолютном отсутствии метастаз вас отправят жить и радоваться жизни. Да естественно все это с радио. Да естественно нужны лекарства, но результат того стоит вас вылечили. Вот теперь еще глубже и еще сильнее. Как все это лечится? Ребята успокойтесь все это для вас. Такого ни одна российская клиника никогда себе не позволит. Да потому что то что здесь стоит 5 миллионов долларов для россиян станет в 9 раз дороже. а эту суку 45 миллионную ведь отрабатывать то нужно. Здесь то проще. 5 миллионов долларов честно отбиваются за пару лет и дальше на свальше. Да сколько раз я вам говорю что все кто не хочет пырхаться со скотоложными делами местных козлов выйдя на меня может спокойно купить все это для вас. Возникает вопрос как работать с химией? Ну для Магнитогорск то рядышком. В конце концов и на Казахстан минуя наших товарищей задешево возить то можно. Да я готов пахать бесплатно любят тех кто работает со мной. Но вот только боюсь что не получится. И вот тогда только Турция. То есть братцы если вас скосячил онколог россиянин умирать от всего этого не надо. Все себе могут позволить и 10 и 20 и 30 тысяч долларов. А может быть кто-то позволит себе купить в Турции квартиру. Десятка это химия после радио. 20 это с радио. И 30 если не повезет. Но в любом случае эта сумма равная вашей долбанной тачке из хлама. Продали ее. Выздоровели. И через три года купили себе еще одну такую же. Вы намек то поняли? Ну и в заключении вот такие работы тех кто лечится. Это те кто получал они сделали сделаете и вы. Ну а наша работа это всего лишь тысяча долларов без учета транспортных затрат. Я их платил и думаю может это сделать каждый. Химия это такая штука как вы ее пьете но вам лучше не становится. Потому что это химия она накапливается она убивает все вокруг вас. Она садит вашу иммунную систему естественно. Вы поняли о чем я? И вот тут такая штука не получается. Дело в том что я же вам сказал что турки вас просто так не отпустят. Если в оконцовочке сказали что вам что то плохо и вас в оконцовочке отправили допустим в то самое место которое я вам показывал там из вас сделают все. то есть берется полный анализ крови по обоим венам снимается писи каки сиси все остальное то есть вы становитесь абсолютно чистым вас закачивается бешеное количество химии фактически в меня эта химия и вливалась в течение дня по полной программе то есть капалась 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 естественно после этого стало просто очень хорошо и шикарно я сейчас могу делать все что угодно но но вот тут самое интересное вот тут начинается самый прикол то есть турки же любят чтобы с деньгами рассчитались вот то местечко где я был вот там не сильно любят страховые взносы скажем и поэтому с меня 60 600 долларов взяли еще попросили 450 50 ну я естественно кое что снял я просто говорю что вам не надо делать так чтобы последние минуты жизни турецкие с вас что-то такое случилось поэтому лучше сначала а лучше вообще не думать ни о чем ну да химия да противно да нужно но так и надо сделать зато потом море удовольствия а зная результат ой это какая-то просто прелесть